Библейский портал экзегет.ру представляет 65 глава книги пророка Исаии, которую я читаю в своем переводе с небольшими комментариями для библейского портала «Экзегет». Ответ Бога на те слова, которые обращены к Нему в предыдущих двух главах. Там, я напомню, призыв к милосердию. Ты наш Отец, поэтому не казни нас без меры. Мы твой народ, поэтому восстанови то, что было разрушено. И Господь отвечает в 65 главе. Я ответил тем, кто не спрашивал обо мне, открылся тем, кто меня не искал. Я сказал, я здесь, вот я народу, что именем моим не назывался. Как это странно вообще, как можно ответить тем, кто не спрашивает. Но ведь это и есть суть божественного откровения, когда Господь обращается к тем, кто, может быть, и не знает его. Когда он отвечает на незаданный вопрос. И если просто Бог отвечал бы на заданный вопрос, люди бы его спрашивали, какой урожай будет. Или сегодня бы они спрашивали, какой курс валюты, что на что менять, или какая погода будет завтра. Обустраивая свою жизнь. Господь отдает, он дает ответ на вопрос, который на самом деле важен, и который человек очень часто не формулирует. До той поры, пока не слышит ответ. Я сказал, я здесь, вот я народу, что именем моим не назывался. Израиль называется вроде бы его именем, но, может быть, он на самом деле отказался от этого наименования и живет как-то по-другому. Руки я протягивал, что не день к мятежному народу, что идет недобрым путем, следуя замыслам своим. Постоянно издевается надо мной этот народ. В садах приносит жертвы, на кирпичах курит благовония. Собирается в гробницах, проводит ночи в укромных местах. Ест свиное мясо, мерзи створит в котлах. То есть народ, который нарушает все заповеди, который приносит жертвы в садах, на кирпичах. Это какие-то, очевидно, языческие обряды, которые все-таки в то время еще существовали. Хотя, конечно, уже не в той мере, что до плена. А мы уже здесь имеем дело с Израилем послепленным. А проходящим они говорят, стой, не приближайся ко мне, я для тебя слишком свят. Конечно, комедийная история про человека, который варит в котле какую-то мерзость. И при этом говорит, что он слишком свят, чтобы с ним разговаривали окружающие. Но это может быть некоторая пародия на такую вот тенденцию среди иудеев отграничиваться от всех остальных, которые мы видим в книгах Ездра и Неми. И вот они отделяются, это все говорят, мы народ святой, ни в коем случае нельзя нам ни с кем смешиваться. Да, но при этом как этот народ себя ведет? Они для меня что дым в глаза, пламя, что изо дня в день полыхает. Все, что записано у меня, я не стану молчать, отплачу. Прямо в руки пойдет им расплата. То есть дым в глаза, вот то, что очень раздражает, то, от чего никак нельзя отмахнуться. И они за все за это должны получить. Вот как отвечает Господь на нежный призыв «Ты наш Отец». Как же вы мне надоели. За все ваши пороки, говорит Господь, а заодно и за пороки ваших предков, что на горах вы скуряли, на холмах меня оскорбляли. По делам будет и расплата прямо в руки. Можно ли наказывать за грехи предков? Ну, на самом деле, наказание, которое касается предков, оно так или иначе коснется и потомков. Иерусалим разрушен, и, значит, и потомки тех, кто грешил накануне его разрушения, имеют дело с разрушенным Иерусалимом. Особенно если повторяется, собственно, то же, что и было. На горах выскуряли, значит, приносили жертвы благовония языческим богам и оскорбляли на холмах, то есть тоже совершали какие-то оскорбительные для Бога языческие обряды. Вот что говорит Господь. Когда виноградная кисть полна соком, говорят они, «Только не повреди, ведь в ней благословение». Благословение — это и есть сок, который потом даст вино, и вот не надо ее грубо как-то там хватать или что-то. «Так я поступлю ради моих рабов, чтобы не все погибло. Произведу от Иаково потомство, от Иуда того, кто унаследует мои горы. Станут они уделом избранников моих, и рабы мои будут там жить». Вот как виноградная кисть сберегается не потому, что она очень хорошая, а потому что в ней ценный сок ради будущего урожая, так и Израиль сберегается ради того урожая, который он однажды даст. Ради того потомства и ради того наследника, здесь в единственном числе, хотя можно понимать это коллективно, которого наследуют горы, и рабы будут там жить. «В Широне станут пастись Атары», одна из областей. «В Ахорской долине будут покоиться стада». Другая область. «Ради народа моего, искавшего меня». Значит, жизнь вернется в эту местность. «А вы, кто Господа покинул и забыл мою святую гору, кто стол накрывает для удачи и наливает вино для судьбы». Значит, это языческие божества, которым соответственные обряды проводятся. «Вас я предаю мечу. Все под его ударами падете». «Звал я, а вы не отвечали». «Говорил, а вы не слушали». «Творили вы, что я считаю злом, избрали вы, что мне не угодно». «Посему так говорит владыка Господь». «Рабы мои будут есть, а вы голодать. Рабы мои будут пить, а вы жаждать. Радость ждет моих рабов, а вас позор. Рабы мои будут восклицать от радости сердечной, а вы заводите от сердечного горя. Зарыдает вас дух сокрушенный». Ну, понятно, воздаяние здесь не нужно долго и подробно это описывать. Но почему же, почему же вот так он резко отвечает на этот призыв «Ты наш отец». Ну, потому что отец и поругать может. Потому что отец может описать, как это вы себя ведете, а потом обращаетесь ко мне с такой нежной просьбой. «Останется у избранников моих имя ваше как проклятие». То есть они будут говорить, вот пусть с тобой будет так, как было и называть имя, да, вот как проклятие для каких-то дурных людей. «Погубит таких владыка Господь, а рабам своим даст новое имя. И кого благословят в этой стране, благословение ему от истинного Бога. И кто будет в этой стране клясться, клятва его пред истинным Богом. Тогда забудутся прежние печали, скроются с глаз моих долой». Благословлять и клясться будут истинным Богом, а проклинать именем этих дурных людей. То есть истинный Бог будет неким таким вот, не просто Богом, которому поклоняются, но такой личностью, к которой обращаются, желая либо пожелать добра, либо утвердить правоту. Вот когда благословляют и клянутся, вот тогда уже понятно, где ценность, кто, собственно говоря, для них главный. И дальше очень неожиданные слова. Вроде бы он говорит, хорошим будет хорошо, плохим плохо. И вдруг «Да, я творю новое небо и новую землю, а прежних и память исчезнет. На ум они никому не придут. Вечными будут радости ликования о сотворенном мной. Я творю Иерусалим радостным, народ его веселым». Вот отсюда представление о новом небесном Иерусалиме, вообще о новом мире, который возникнет, который когда-то произойдет, займет место этого нынешнего мира. И главное, что для того, чтобы вот это все осуществить, то, о чем просят Бога, придется сотворить новую землю и новое небо. Иначе не получится. Вы все время сваливаетесь в эти пороки, в эти грехи, и сделать так, чтобы вот вы были, как вы есть, но при этом все у вас было хорошо, не получится. Надо сделать новый мир, в котором вы будете новым народом. И вот отсюда, собственно говоря, этот небесный Иерусалим, который потом в откровении Иоанна Богослова и в других разных местах будет вспоминаться. «Стану радоваться об Иерусалиме, веселиться о моем народе. Не услышит там впредь ни плача, ни вопля. Не будет там больше младенца, который прожил бы всего несколько дней, или того, кто состарился прежде времени. Кто умрет в сто лет, будет молод, а достанет и доживет лишь тот, кто проклят». Но вот здесь нет еще окончательной победы над смертью, она не подразумевается, но она уже названа как главный враг, как главное несовершенство этого мира. Над смертью нужно одержать какую-то победу. Пусть хотя бы надолго ее отодвинуть. Умирать будут, ну вот, проклятые люди раньше сто лет, а все остальные вот в сто с лишним, причем в сто будут еще молоды. «Будут строить дома и жить в них, сажать виноградники и есть их плоды. А не так, чтобы один построил, а другой жил, один посадил, а другой ел». То есть у каждого будет возможность насладиться своими трудами. «Долговечен народ мой будет, как дерево, будет принадлежать избранникам моим творение их рук. Трудиться им уже не впустую, детей рожать не для несчастья. Благословит Господь их потомство. С ними останутся их дети». Ну, то есть понятно, да, что так или иначе, но они будут и плоды иметь, и потомство тоже как часть некоторых плодов, только уже человеческих, останется с ними. И тогда действительно вот в этом новом мире, где не будет места греху, этот диалог будет выглядеть иначе. «Не успеют они позвать, как я отвечу. Еще не кончат говорить, как я услышу». Самое главное, и это настолько удивительно, что даже природа животных в этом новом мире изменится. «Будут вместе пастись волк и ягненок. Будет лев, как волк, питаться травой». Вот эти строки вызывают, конечно, кучу вопросов, особенно у биологов, зоологов. Простите, но лев не питается травой не потому, что он не хочет, он там злой, а потому, что так устроен его организм, его трава не напитает. Он хищник по своей природе. И волк то же самое. Что же, изменится природа животных? Другие говорят, нет, в этом новом мире просто будет какая-то новая биология. Животные останутся, но они же красивые, нам без них как-то трудно. Мы заводим домашних животных, живя в городе, уж тем более такие прекрасные дикие животные, как львы, должны быть. Но они не будут испытывать нужды в мясной пище. Это будет всегда сытый лев, он каким-то иным образом будет насыщаться. Еще есть люди, которые говорят, это такой образ, вот как у Крылова басня про волка и ягненка. Но она, конечно, не про животных, она про людей. Хищный такой, желающий подчинить себя ягненка. Волк, на самом деле, это человек, который хочет другого человека поработить, все у него отнять. Значит, люди будут по-другому себя вести, не будут они друг друга порабощать, угнетать, убивать тем более. Я думаю, что все эти толкования по-своему правомерны, но дальше сказано, а пищей змею будет прах. Змей — то самое существо, которое послужило на соблазн Адаму и Еве. Значит, это уже явно не история по зверушек, это вот возвращение к самому началу истории человечества в первых главах «Бытия», «Грехопадение» описано. «Не будет на святой моей горе ни пагубы, ни гибели», — говорит Господь. То есть все-таки вот здесь намеком пусть дана окончательная победа над смертью, что не будет зла, не будет смерти. И только в этом мире до конца осуществится вот это удивительное пожелание, это удивительное обращение, которое израильтяне уже сейчас в предыдущих главах говорят Богу. Ты наш отец, поэтому обращайся с нами, как отец обращается со своими детьми. Да, однажды это будет, говорит Господь, но для этого должен измениться весь мир. Новое небо и новая земля, потому что не может быть зла вот в этих отношениях. А в этом мире, к сожалению, есть зло. В этом мире вы не дотягиваете до звания моих детей. Однажды все станет иначе. Это была предпоследняя, 65-я глава. И в следующий раз мы завершим книгу Исаии 66-й главой. Исаии 66-й глава. Субтитры создавал DimaTorzok